Здравствуйте, новости города на Ивантеевском телевидении, с вами Екатерина Бондрио. Партнер нашего выпуска – молодежная студия «Наше время» проводит набор юных тележурналистов, операторов и монтажеров с 14 до 17 лет. Подробности по завершению выпуска или по телефону 8 903 679 3069. А теперь к новостям. Сегодня вы увидите. И вас сосчитали. В Ивантеевке идет микроперепись. Для детей с ограниченными возможностями. В Ивантеевке скоро появится специализированная детская площадка. От спички одной невеликий жар, но спичку упустишь – будет пожар. Статистика ущерба от огня ухудшается. Об этом и многом другом прямо сейчас. Новые старые кадры. У Ивантеевской центральной городской больницы новое руководство. Исполняющего обязанности главного врача представили на этой неделе трудовому коллективу. Кадровые перестановки в центральной городской больнице – дело решенное. Глава Ивантеевки Сергей Гриднев объявляет об этом на встрече с трудовым коллективом больницы. После беседы с министром здравоохранения Московской области Ниной Суслоновой. Павел Верин работал на должности главного врача с середины апреля этого года. Были сделаны, Павел Николаевичем Верином и его командой, и достаточно много правильных шагов и нужных шагов. Были допущены и определенные ошибки с учетом специфики нашего города и взаимоотношений в коллектив. Руководитель центральной городской больницы Павел Николаевич Верин написал заявление на отпуск. На две недели у нас с вами, на 17 календарных дней ушел в отпуск. А по окончании его отпуска Министерство здравоохранения Московской области приняло решение расторгнуть с ним трудовой договор. Я не комментирую вопрос по его решению, по инициативе работодателя. Вот этот вопрос я сегодня оставляю за скобками. Основание, условия и инициатор – это компетенция Министерства здравоохранения и министра. Исполняющим обязанности главного врача с правом подписи финансовых документов назначена Галина Фролова. Галина Семеновна живет и работает в Авандеевке почти 40 лет. Начинала свой трудовой путь простым педиатром. С 1988 года главный врач детской городской больницы. Кандидат медицинских наук. Врач высшей квалификационной категории. Почти 15 лет депутат Горсовета. Больницу люблю, ценю и знаю, какой больница у нас была все эти годы. Одной из лучших в Московской области. Я уверена, что она такой и останется. И надеюсь, что при вашей помешке у нас все получится. Руководство города, министерство, спасибо за доверие могу сказать. Кандидатура Галины Семеновны это мое предложение. Я этого не скрываю. Потому что я хочу, чтобы коллектив понял и знал, что его слышат в городе. И на те ситуации, которые происходят в городе реагирует. И я очень надеюсь, я не знаю, сколько Галина Семеновна будет исполнять обязанности. Две недели, месяц, полгода. До назначения нового главного врача. Я бы хотел... Она попадает в очень сложную сейчас ситуацию. Она попадает в очень трудную ситуацию. Это немножко не ее профи и не свойственные ей обязанности. Но это представитель исконного коллектива Центральной городской больницы города Ивантиев. Это депутат городского совета. Это человек, который пользуется огромнейшим уважением и авторитетом у жителей города. Коллектив, в том числе и новых врачей, которых привел с собой Павел Верин, просят поддержать Галину Семеновну. Кадровая обстановка в ЦГБ сейчас крайне острая. На подписи у руководства огромное количество заявлений об увольнении. Критично встает вопрос с лабораторией и фтизиатрической службой. Профессиональные кадры необходимо удержать. Мне бы хотелось, чтобы коллектив больницы сконсолидировался вокруг своего фактически исторического и административного лидера. И, в свою очередь, нового руководителя я хочу предостеречься от тех ошибок, которые были допущены за этот год. От каких-то поспешных кадровых решений. То есть больницы работают в своем обычном режиме. Отсутствие жалоб со стороны населения. Выполнение показателей дорожной карты, как и по снижению смертности, так и по заработной плате. Вопросы диспансеризации крайне важны. И прикрепление населения к терапевтическим участкам. Именно вот этими делами вы можете продемонстрировать то, что мы с главой не ошиблись. Большая твой вопрос. Постарайтесь не подвести своего нового руководителя. На собрании озвучивают и еще одно назначение. Экс-главный врач ЦГБ Евгений Ерохин приходит работать в администрацию города. Он избран председателем контрольно-счетной палаты и будет контролировать расход бюджетных средств. В октябре жители шести Ивантеевских домов перепишут. В России стартовала микроперепись 2015. Так называют выборочное статистическое наблюдение – социально-демографическое обследование. Вера Галкина – переписчик. В октябре она практически каждый день приходит в квартиры домов 4 и 4А по центральному проезду. Такое бывает частенько. И переписчику приходится по несколько раз наведываться в одну квартиру. У меня по переписному участку, по-моему, 215 помещений. На данный момент я прошла уже порядка 105-110 помещений. Это где со мной уже пообщались. Многие люди, конечно, боятся открывать дверь, потому что очень много ходят помимо меня, но предлагают то услуги, то тоже просят документы, что-то предлагают, переписывают. Люди стесняются и, конечно, понятное дело, боятся. Ну, спасибо, конечно, уже тем людям, которые приняли участие в вопросе. Они мне очень помогли, отвечают всегда охотно на вопросы. У нас конфликтов с ними никогда не возникало. Россия переписывает все население не реже одного раза в 10 лет. За это время данные предыдущей переписи, которая была в 2010-м, устаревают. Поэтому Росстат и затеял микроперепись, которая отразит динамику и направление движения населения. Дома, попавшие в микроперепись, определены Росстатом. За 10 минут беседы переписчик задает вопросы о возрасте, национальности, составе семьи, владении языками. Вопросы об экономической активности попросту в доходах и работе, а также о планах по рождению детей вызывают, по словам Веры, наибольшее смущение. Но сведения анонимные, документов не проверяют. В основном, да, теперь у нас есть планшет. И, кстати, некоторые люди, да, говорят, какая-то светящаяся книжечка, говорит, должна быть. Показываешь, да, вот планшет, все имеется, есть сумка с надписью Росстат, документы. И люди тогда, да, охотно открывают, пускают в квартиру и общаемся. Иногда даже угощают чаем, кофе. Так что тоже спасибо, не легкая жизнь переписчика, это очень, очень кстати. Кто-то относится недоверчиво, и опрос приходится проводить прямо на лестничной клетке. Каждый переписчик имеет при себе именное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, синий портфель с надписью «Росстат» и планшетный компьютер. А жители домов на улице Победы номер 8, 16, 18 и 20 переписывает другой переписчик – Павел Сапожников. Сегодня было задание пройти 18-й дом, и эти данные пойдут в Росстат, в Москву. Вся собранная информация будет строго конфиденциальна. Она будет обезличена и защищена от несанкционированного использования. Итоги микропереписи населения будут использоваться для получения официальной статистической информации и предоставляются только в виде обобщенных данных. Личный контроль. Глава города Сергей Гриднев побывал на нескольких городских объектах. Строительство детского сада в микрорайоне «Зеленая роща» как часть программы губернатора Андрея Воровьева «Детские сады». Как сообщил гендиректор МК «Система БРИС» Андрей Вилюга, на строительстве детского садика задействовано 70 рабочих. И хотя на первый взгляд до сдачи объекта еще далеко, озвучиваются вероятные сроки завершения строительства. «Задача перед строительной компанией ставится к 15 ноября выйти на финишную прямую и подать документы на получение ЗОС, к 15 декабря закончить общестроительные работы, выйти на внутрянку и на благоустройство, к 15 января получить территорию с зимним благоустройством. Принципиальный нюанс, помните, Толмачева 27, без летнего, то есть с зимним благоустройством, из расчета, чтобы в январе месяц мы сюда завели детей. Вот задача, которая стоит. Я так понимаю, что она вполне выполнима». В новом детском саду будет три группы по 30 детей. Группа дошкольной подготовки. Площадь здания – 2634 квадратных метра. Сейчас дети новоселов посещают городские дошкольные учреждения. Глава города просит управляющую компанию и комитет по образованию уточнить количество детей в микрорайоне, чтобы со сдачей садика перевезти местных детишек сюда, освободив места в центре города. Этот сад после сдачи будет передан на баланс города. «Сделать объявление повесить, чтобы шли к вам в офис управляющей компании, либо другим способом сделать выборку. То есть сколько сегодня по вашему микрорайону детей нуждается в детском дошкольном учреждении, и сколько из них ходит в другие детские сады. Исходя из них, когда мы получим статистику, мы просто сможем с вами сделать перераспределение. То есть мы заберем те детей, которые ходят в детские сады, в другие микрорайоны города сюда с января месяца, а те, кто бы у нас пришел сюда вне вот этой территории, мы можем предложить места там». Анна Деянова пока не назначена, но в Комитете по образованию уже определились с ее кандидатурой на должность заведующей. Так что теперь она частый гость на строительстве. Пользуясь случаем, Сергей Геннадьевич направляется в гости. Здесь, в микрорайоне, город купил квартиры с муниципальным ремонтом уже выросшим детям-сиротам. Несколько месяцев назад Маша получила ключи и сейчас потихоньку приводит все в порядок. Всего четверо сирот получили квартиры в этом микрорайоне. «Береди квартиру. Самое главное – береги. Я хочу обустроиться на свадьбе». «Но уже почти обустроено». «Не, молодец, очень хорошо, спасибо. Просто у нас было все очень не просто с застройщиком по вашим квартирам тогда и по ремонту. Помнишь, как долго тянулись ремонты? Поэтому мне сегодня интересно посмотреть, что все-таки из этого получилось. И не зря ли мы старались. Я так понимаю, Андрей Вадимович, не зря старались. Молодцы. «Одножки» покупались на аукционе. Но так как лот был не самым соблазнительным и выгодным для застройщиков, последних пришлось побуждать участвовать в аукционе. На улице Хлебозаводской в скором времени появится уникальная детская площадка. Игровые формы, разработанные специально для детей с ограниченными возможностями. Инна Орлова, руководитель организации «Радость моя», сообщает, что озеленять соседний участок вызвались студенты училища. Специализированная площадка устанавливается в партнерстве. 50% финансирует область, 50% – город. До 20 октября площадку установят и благоустроят. От объектов социальных – коммерческим. В микрорайоне «Голландский квартал» сдана первая очередь. Три линии домов. Готовится к сдаче вторая очередь. Возводится инфраструктура. На въезде будет пропускной пункт магазины. «Делали именно микрорайоны. И не зря мы провели название микрорайона, потому что здесь и застройка-то микрорайон. Ну да, здесь такой. То есть так ему официально почтовый адрес проводит. Из города Ивантеевка, микрорайон «Голландский квартал». Сергей Суворов, руководитель группы компаний «Хаускрафт», с энтузиазмом рассказывает об уникальности микрорайона, примененных технологиях. Фонари какие, видите? Все освещение светодиодное в квартале. Все абсолютно. Значит, начиная с уличного освещения, кончая освещением в подъездах. На каждом этаже стоят датчики присутствия, датчики движения. Парковочных мест здесь по одному на каждую квартиру, которых здесь 672. Студии однокомнатные, двухкомнатные и немного трехкомнатных. Десять детских площадок, светодиодное освещение, газовые котлы в каждой квартире. Квартплата, обещает Сергей Петрович, будет по городским тарифам. В одном из зданий будет детский сад на 40 детей. Социального жилья здесь нет. Все реализуется на коммерческой основе. И садик тоже будет коммерческий. Выйдет в эфире телеканала «Ивантеевка» 24-23 октября, в пятницу в 20.00, повторы 24 и 25 октября в 8, 14 и 20.00. Пожарные бьют тревогу. Количество людей, погибших в огне и пострадавших, растет. Об этом свидетельствует статистика 9 месяцев этого года. В этом году в «Ивантеевке» произошло более 30 пожаров. Четыре человека погибли. По словам огнеборцев, чаще всего жертвами огня становятся те, кто не думает о безопасности, позволяет себе курить в постели, часто в состоянии алкогольного опьянения. Частая причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем. И это люди, которые ведут социальный образ жизни, зачастую которые состоят на учете в органах внутренних дел, злоупотребляющие алкогольными напитками. То есть в основном вина людей, которые погибли, то есть они сами служили причиной возгорания произошедшего. Половина пожаров случаются по вине неисправной электропроводки. На втором месте – неосторожное обращение с огнем. На третьем – неисправность электроприборов. На четвертом – перекал печей и дымоходов. Также хочется особое внимание обратить жителей города Ивантеевки, имеющие свои автомобили и осуществляющие парковку в дворах жилых домов. Не забывайте, что загромождая проезд пожарным, вы можете оборвать чью-то жизнь. Поэтому пожарным подразделением зачастую очень затрудняет неправильная парковка автомобилей, проезд к месту возгорания, к месту вызова. А были уже такие случаи, когда вы за машин? Конечно, зачастую у нас такая проблема, мы сталкиваемся на бережке. То есть люди паркуют так автомобили, что пожарным подразделением просто невозможно туда попасть. И поэтому приходится автомобили оставлять очень далеко, прокладывать рукавные линии, снижается давление, ухудшается условие пожара, ухудшается условие быстроты реагирования. Поэтому все-таки надо как-то поответственно к этому подходить. Кроме того, в Московской области в этом году в результате пожаров погибли 13 детей, больше, чем в прошлом году. Одна трагедия произошла не в нашем городе, но близко, в Пушкинском районе. В садовом товариществе рядом с деревней Назарова из-за перегрева и короткого замыкания электропроводки загорелся частный загородный дом. Погибли двое, в том числе ребенок 7 лет. Трагические случаи наглядно показывают. Главная причина гибели детей на пожарах кроется в неумении действовать в сложной обстановке. То есть во время пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт. Ребенок старается к чему-либо прижаться, где-либо спрятаться, укрыться. То есть затрудняя пожарным найти этого ребенка. Сегодня, сразу после выпуска новостей, смотрите в рубрике актуальный комментарий выступления Виктора Жукова, начальника отделения пожарного надзора по городу Ивантеевке, и Дениса Калинина, инспектора отдела надзорной деятельности по Пушкинскому району. В следующем году на улице Богданова в Ивантеевке начнется строительство новой школы. «Единая Россия» провела акцию «Пикет» в микрорайоне «Детская», чтобы проинформировать жителей о запланированном строительстве. У вас на Богданово будет строиться новая школа, познакомьтесь, пожалуйста. На 825 мест. На Богданово? Это где это? А, это там. Это где 18-й садик. А, все понятно. Благодаря инициативе местного отделения партии «Единая Россия» и его секретаря Сергея Гриднева в городе появится новая школа на 825 мест. После долгих переговоров ему удалось доказать необходимость включения Ивантеевки в губернаторскую программу «Наше Подмосковье». Из областного бюджета будет выделено на строительство 743 миллиона рублей. Район большой, детей приходится водить очень далеко. Так что школу давно ждем. Я живу здесь почти 40 лет, а школы у нас здесь нет. Но это место выбрано неправильно. И лес там рядом, и железная дорога. Школа будет на 825 человек, как я прочитала в газете. Удобно это будет или нет? Она нужна на бережке. Почему? А потому что там весь народ теперь живет. Я хожу в третью гимназию, и она у нас переполнена просто. Там где-то 2000 человек учатся. А вот когда построят новую школу, перейдешь туда? Или останешься? Даже не знаю. Без кису? Ну, надо, наверное, надо. Всего в рамках программы по ликвидации второй смены обучения в Московской области будет построено 12 школ в ближайшие два года. Возраст легенды. 15 октября, 90-летний юбилей, отпраздновал житель Ивантеевки, почетный ветеран Подмосковья, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Константинович Липский. Слушаю вас. Добрый день, Дмитрий Константинович. К вам гости. Кто это? Глава города. Дмитрий Константинович принимает поздравления от друзей администрации Совета ветеранов соцзащиты. Он родился 15 октября 1925 года. Начало войны встретил в Москве. Участвовал в обороне столицы. С другими мальчишками гасил бомбы, которые сбрасывали немцы на крыши домов. Переехал в Казань, закончил летную спецшколу ВВС. На войну пошел в 1943 году добровольцем. От администрации, от Совета депутатов, от нас, как главы города и руководители администрации, хотим просто от всей души, от всего сердца сказать вам добрые слова поздравления. Потому что вот есть слово «герой». Вот на мой взгляд, вы настоящий герой, большой буквы. И вы знаете, что интересно? Вы не кичитесь героическим прошлым, а спокойно каждый день продолжаете жить жизнью города. Дай Бог здоровья, дай Бог терпения и искренне спасибо вам большое за все. Военному делу Дмитрий Константинович посвятил всю свою жизнь. Имеет более 40 наград, в том числе Орден Красной Звезды. Как член муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работал на выборах разного уровня с 1996 по 2010 год. Сейчас почетный ветеран Подмосковья продолжает активно участвовать в жизни города и всей душой болеет за родную страну и ее будущее. Представьте себе, что молодой человек вдруг заявляет, что он бы хотел уехать из России за границу. Это же позор. Мы бы об этом даже никогда не подумали. А это сейчас пложда рядом. Или он, значит, говорит, а вот не надо было воевать с немцами. А немцы сейчас лучше нас живут. А мы бы хорошо жили. Да где бы мы хорошо жили? Нас бы почти всех уничтожили. Наркотики, идет воровство. Например, наше поколение никогда бы даже не подумало, чтобы на вновь отстроенном доме взять на черте черной краской какие-нибудь знаки. Это было бы вообще недопустимо. Молодежь нужно возвращать в наше российское существование. Потому что это наша родная земля. Сегодня в завершении выпуска новостей смотрите повтор программы «Помним» с участием Дмитрия Константиновича Липского. Юбиляр о наступлении немцев на столицу, о подвиге народа и патриотизме. В 1998 году в Авантеевке состоялись первые городские реферативные чтения. С тех пор два раза в год десятки школьников готовят рефераты и рассказывают их друг другу. На этот раз на конференцию заявилось столько желающих, что пришлось разделить рефераты и исследовательские работы, а также проводить ее в несколько этапов. Московский Кремль – это самая крупная из сохранившихся крепостей в Европе. Он является сразу градообразующим историческим, политическим и культурным центром. Кремль и Хоббит – концлагеря и меценатская деятельность. Сегодня школьники делятся друг с другом тем, что для них интересно. 21 участник – и это только гуманитарное направление научно-практической конференции. Еще 16 человек представляли свои проекты в естественно-научной секции. Кроме них отдельно выступали ученики начальной школы и дети, учащиеся во вторую смену. В конференции принимают участие все желающие, подготовившие рефераты в срок. Предварительный отбор по школам не проводится. Нашу конференцию мы назвали «Ступени». Это ступени роста каждого ребенка. Это его личностные достижения. Это его открытие, которое позволяет ему становиться все глубже, богаче и, наверное, умнее и серьезнее. Все желающие даже не поместились в одной комнате. Пришлось разделить участников на среднюю и старшую школу. Темы представлены самые разные – от исторических и краеведческих до сказочных и литературных. Алина рассказывает о Чехове и теме футлярности в его произведениях и биографии. С легкостью отвечает и на вопросы аудитории. Заинтересовала эта тема, потому что я очень люблю Чехова. И мне всегда казалось, что он хочет ответить именно на тот вопрос, который часто люди ставят перед собой. Почему люди врут, почему люди не могут любить, почему люди не могут стать честными, просто быть честными самими собой. И Чехов на эти вопросы отвечает. В результате своего исследования я выяснила, что это из-за футлярности. Сама Алина очень любит уроки литературы и планирует отправлять свою работу, которую готовила так долго и тщательно, и на областные конкурсы. Она пока не планирует связывать свою жизнь с этим предметом, но много читает. Мне кажется, каждый человек должен знать литературу, и каким-то образом литература должна присутствовать в жизни абсолютно каждого человека. И поэтому я считаю своим долгом читать, развиваться, писать что-то. Это также развивает мышление абстрактное. Старшеклассники затрагивают в основном исторические темы, а также литературные. Например, образ Петербурга у русских классиков. Каждая работа сопровождается и красочными презентациями. Петербург у Гоголя – это нереальное презренное царство чинов и вещей, царство роскоши и власти, где маленькие люди исчезают бесследно, не оставляя в себе никакой памяти. Несколько человек подготовили свои выступления на английском языке. Зарина рассказывает о самых известных зарубежных университетах. Тема поступления в ВУЗ для нее сейчас, как для старшеклассницы, актуальна. Говорит, было тяжело искать информацию в интернете, потому что на официальных сайтах мало говорится о традициях и студенческой жизни. Рассказывать на английском несложно. Главное, чтобы аудитория понимала. Готовила я проект, естественно, с учителем английского. Я люблю английский. Я сдаю английский. Я, может быть, стану учителем английского. Это для меня интересно. Конференция – это не конкурс, а обмен знаниями. Сегодня ребята представляют рефераты не перед комиссией, а перед друг другом. Поэтому и лучших не выбирают. Любой участник может отправить свою работу на область или международный конкурс. Те же, кто не успел подготовиться, могут представить свои работы уже на следующих городских чтениях весной. Магазин «Осенняя роза» приглашает тех, кто хочет выглядеть стильно и нарядно наперекор осенней непогоде. В магазине «Острая роза» в городе Пушкино появилась новая шикарная коллекция осенней верхней одежды для женщин. Нашу программу продолжает сюжет на правах рекламы. «Острая роза» – сертифицированный магазин женской одежды, названный в честь известного дизайнера. Чтобы посетить его в столичные гипермаркеты, выбираться не нужно. Широкий ассортимент товаров этого бренда представлен у нас, в Пушкино, на Московском проспекте, 27. Именно здесь подмосковные модницы могут уже сейчас приобрести верхнюю одежду из последней коллекции. Это особенно актуально с наступившей холодной погодой. В нашем магазине представлены модели российских производителей. Размерный ряд от 42 до 60. Ткани самые разнообразные. Модное сукно в этом году, различных расцветок и оттенков. Микроворс – то, что в простонародье называется кашемиром. То, что любит основная масса женщин. Также практичные модели из баллона. Женскую верхнюю одежду фабрика «Острая роза» шьет с 1997 года. Меняются технологии производства, но неизменным остается качество. Только лучшие материалы, только интересные модели. И главное – доступная цена. Пальто – признанная классика. Такую одежду можно весьма удачно комбинировать. Например, можно надевать юбку, брюки, смотря какая длина пальто. Если юбка, то пальто должно быть немножко, ну, можно как бы допустимо, там 5 сантиметров, чтобы немножко была видна юбочка. Брючки, если короткая пальтишка, нужно надевать. Также, если короткое пальто, можно надеть длинную юбку. А в основном платье, если пальто по колено или ниже колена. Помимо стильной верхней одежды, в «Острой розе» представлены повседневные и деловые наряды. Для барышень, которые ищут золотую середину в формуле «Цена-качество». Также здесь можно подобрать недорогие аксессуары и выбрать мягкий палантин, который согреет в осенней ненастие. Магазин «Острая роза» расположен на Московском проспекте, в доме номер 27, недалеко от кругового движения. Из Ивантеевки можно легко добраться как на автомобиле, так и на 22-м автобусе до остановки «Типография». Партнер нашего выпуска «Молодежная студия. Наше время» проводит набор юных тележурналистов, операторов и монтажеров с 14 до 17 лет. Стань настоящей акулой пера, запишись на универсальный курс и стань постоянным участником студии. Подробности по телефону 8 903 679 3069. А прямо сейчас рубрика «Помним». Сегодня она посвящена юбиляру Дмитрию Константиновичу Липскому, а сразу после нее – противопожарный ликбез. Смотрите в рубрике «Актуальный комментарий» выступления Виктора Жукова, начальника отделения пожарного надзора по городу Ивантеевки, и Дениса Калинина, инспектора отдела надзорной деятельности по Пушкинскому району. А я, Екатерина Бондарева, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания. Москва. Наша столица. К ней мыслями обращался каждый в то время. Отсюда Верховное командование руководило военными действиями. В 41-м серо-зеленые цвета маскировки закрыли золотой блеск куполов и рубиновый свет кремлевских звезд. Я Липский Дмитрий Константинович, коренной москвич. Родился 15 октября 1925 года в семье военнослужащего и медицинского работника. Наша семья состоит в основном из военнослужащих по линии мамы и врачей по линии папы. И мое рождение принимал брат моего отца собственными руками. Ну, я должен сказать, жили мы в Москве в самом центре. И когда началась война, я кончил семь классов. 22 июня было так. Мы жили на даче в Пушкино. А я гонял голубей. И у меня улетел голубь. Я пошел к соседним ребятам, говорю, ребят, тут голубя не видели? Они говорят, какой голубь? Война началась. Война. Я пошел к маме, сразу сказал, она позвонила папе. Тот говорит, немедленно выезжайте домой. Ну, мы, конечно, побежали в военкомат, мальчишки все. Ну, там говорят, дети, вам нужно учиться. Вы знаете, это было очень трудное время и было для москвичей. Значит, во-первых, магазины, которые вот были продуктовые, закрылись. И они стали закрытыми распределителями для различных учреждений. Для простых жителей были открыты булочные и небольшие магазины, в котором давали раз в месяц килограмм крупы, литр подсолнечного масла, килограмм сахара. И все. Таким образом, вот были еще асапторги, где цены были в два раза выше. Ну, там можно было купить все, но денег у народа не было. Началось мародерство. Ну, бывший председатель Мосгорисполкома решил бороться с этим самым решительным образом. Создавались бригады, в которые входил милиционер, рабочий, солдат и молодежь комсомолец. Вот такие бригады были вооружены. И когда они видели, что грабят, допустим, палатку или взламывают замок магазина, нам разрешалось их стрелять на месте. Я должен сказать, мне не пришлось ни одного убить такого человека, но такие случаи были массовым, и мародерство сразу прекратилось. Но времена эти были очень тяжелые. Было трудно жить и в холоде, и в голоде. И, кроме того, все время мы ожидали, что вот-вот немец войдет в Москву. Начался массовый уход москвичей из Москвы. Это было в октябре, 14-го, приблизительно октября. На восток пошли целые колонны. Они везли детские коляски, тележечки, где кое-какой харкаскар сложили, и шли целыми толпами, прямо целыми колоннами. На это страшно было смотреть. Но это было. Ну, в такой обстановке, конечно, было очень трудно жить. Но мы, вот комсомольцы, чем мы занимались? Мы на крышах дежурили, чтобы немецкие сжигательные бомбы, пробив железо, падали на отмостку. Ее нужно было схватить щипцами, или в ящик с песком положить, или выкинуть на отмостку. А ничего не сделали. Щицы были длинные, жар шел. Но надо было, иначе песок накорялся, деревянный носил, загорался, и на стенах пожар. Мы, пионеры, школьники и комсомольцы, спасли Москву от пожара. Она не сгорела. Я таким образом 10 бомб выкинул. Меня хотели наградить, но в этот день в наше доуправление попала бомба немецкая, его разбомбило в дребезги. И про меня все забыли. И я не стал настаивать. Ну, какие там награды, когда такое трудное время. Была такая критическая обстановка в Москве. Пошел слух, что Сталин уехал из Москвы. А правительство официально объявили, что уезжает в Куйбышев и в Казань. Отец в это время работал в Министерстве финансов, в оборонном отделе. И его учреждение отправили в Казань. Вот поэтому он отправил нас тоже в Казань, и там он определенное время работал. Но после этого он пошел в действующую армию, его направили в Чехословакию, и там он занимался тем, что отбирал различные товары для того, чтобы отправить их в Россию. Вот, это была большая очень операция, ответственная, но он с ней справился с честью. Значит, 43-й год. Я кончил 8 классов. Мне еще 9 и 10 класс, это 44-й, 45-й. А уже Сталинград и Курск уже прошли. А потом меня отправят в летное училище еще 3 года. И на войну я не попаду. Я пошел в военкомат и сказал, призовите меня в армию, я хочу на фронт. И меня призрали. Мама положительна. Она работала в военном госпитале, операционной сестрой. И она общалась с бойцовиками, и она была настроена очень по-боевому. И когда я сказал, что я хочу в армию, они говорят, с Богом. Военком меня выслушал и говорит, вот мы сейчас формируем команду в пулеметно-минометные курсы, трехмесячные, после этого вы едете на фронт. Но поскольку вы доброволец и спецшкольник, мы пошлем вас в авиационную школу механиков. Это в Челябинске. И меня туда отправили. Я там учился 9 месяцев. После окончания этой школы механиков, меня направили в часть дальней авиации, где я работал механиком. Это была очень трудная работа. И дело в том, прилетает самолет. Они ночью летали. Утром прилетает, летчики идут отдыхать. А нам нужно устранить все боевые повреждения, устранить неисправности, заправить топливом, всеми жидкостями, маслом, прочистить и снарядить пушки, пулеметы, подвесить бомбы. Эта работа хватала нам как раз до тех пор, когда приходили летчики принимать самолеты, чтобы лететь в следующий курс. И мы с аэродрома не уходили. Мы прямо ночевали прямо в чехлах, а утром прилетали самолеты, и все началось сначала. Но поспать не удавалось. Привозили бомбы, надо было их расконавировать, готовить к подвеске, пулеметные ленты набивать патронами. То есть работа была адская. Некоторые не выдерживали. Но не поддерживали командовать, сказали, что я больше не могу. Мы их сами брали, освобождали от работы, прятали в чехлы и давали выспаться. И тогда через неделю они опять входили в строй. Это были самолеты Ил-4, ночные бомбардировщики. И базировались мы на подмосковных аэродромах. И отсюда они летали и на Кенигсберг, и на Берлин. Правда, делали иногда аэродром подскоком, около границы, чтобы заправиться топливом, чтобы долететь до цели, если нужно там маневр совершить, и вернуться назад на свой аэродром. Это были не самые лучшие самолеты, конечно, но для того времени у нас других не было. Летчики, в основном мы с ними виделись очень немного. Вот он пролетает, вылезает из кабины, еле живой. Почему? Они летели на высоте 10 тысяч, 8-10 тысяч, там минус 56. Кабина не обогревается. Обогреваются только стельки и костюм меховой. Туалета нету. Это нужно делать, такая вот на борту, значит, эта самая вороночка, но это расстегнуть надо костюм, это сложные, и вот тяжелые были условия, очень. Они приезжали измученные, еле живые. Ну, мы тут как замечание есть, вот это, это, это надо сделать. Все. После этого они уходили отдыхать и отдыхали. Ну, люди прекрасные, конечно, там были. Но то, чтобы вот мы, допустим, с ними тесно общались, нам было не до этого. Мы работали на своем ручанске, они работали, приходили, улетали, возвращались и опять на отдых. Внимание, говорит Москва! 8 мая 1945 года. Великая Отечественная война победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. Значит, 9 мая 1945 года я как раз заканчивал службу механиком. Вот, после того, как война кончилась, я пошел в офицерскую школу. Это были совершенно чудесные дни. Мы ликовали. Мы были настолько довольны, что эта страшная бойня человеческая закончилась, что мы победили. Это было чувство нашей гордости и нашей радости. Главное для нас было героизм нашего народа, который сплотился в это трудное время и одержал эту великую победу. Народ оставался напряженным. Все работали на предприятиях, колхозах. За даром, но работали не рабща на судьбу, потому что все знали, что страну надо поднимать. Я закончил Казанское авиационно-техническое училище, 9-месячные курсы, получил звание младшего лейтенанта. Но, учитывая мою активность, меня оставили там на постоянную работу. Сначала инструктором, а затем преподавателем. И там я работал до тех пор, пока не поступил в Академию. Эти два года были для меня очень необходимы. Я подготовился на курсах подготовки в Академии офицеров, сдачи на экстерном аттеста зрелости. Сдал я успешно, сдал экзамены в Академию по свежему уму. И уже дальше так карьера у меня пошла более гладко и более стремительно. Когда я закончил Академию, меня направили в Западную Украину. Я вам должен сказать, что это было очень неприятное назначение, потому что там была враждебная среда. Они нас ненавидели. На праздники даже шли на то, что стреляли нам в спину. Трудная была служба, но мы служили, так сказать, держали крепко честь своей Родины. Да, на военной службе я прошел все должности. Инженеры эскадрильи, инженеры полка, инженеры дивизии. Кончил ее заместителем главного инженера воздушной армии. И когда я кончил службу, я приехал в Москву, и меня порекомендовал генеральный штаб в Министерство авиационной промышленности за то, чтобы заниматься Афганистаном. И я 10 лет там занимался афганскими делами. После возвращения из Афганистана я поступил на службу в Министерство авиационной промышленности. Всего моя служба заняла 33 года. После этого в гражданских организациях я поработал еще 26 лет. И получился у меня очень стаж, очень стаж, 59 лет. Это почти самый большой волонтерский. И когда об этом узнал Вологород, он меня вызвал на сцену и сделал мне подарок. Я был очень признательный ему. Сегодня мы празднуем самый большой, который только может существовать праздник. Это день победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Укрепить наше единство, вот наше Хридо. Мы должны друг другу дать локти, быть вместе. Во-вторых, мы должны избавиться от иностранной зависимости. Это значит развивать нашу экономику. Главное я хочу донести до людей то, чтобы они равнялись на нас. Мы пережили все трудности войны, мы ее отстояли, мы были непоколебимы. Причем, что очень важно. Дело в том, что нас воспитал комсомол. Пионер, октябрята. Я был октябренком, пионером, комсомольцем, и затем вступил в партию. И вот эта вот закалка дала мне такую силу, что мне никакие трудности были не... преодолели ему любые. Что с сегодняшней молодежью? Кто ее воспитывает? Улица, иногда родители, которые не очень хорошо относятся к правительству, и они это все впитывают как губки, сотоварищи, и тут идут наркотики, идет воровство, идет, значит, всякие общественные дела. Вот от этого надо нам, молодежь, отрывать. И вот я всегда привожу в пример наше поколение, которое никогда бы даже не подумало, чтобы на вновь отстроенном доме взять, начертить черной краской какие-нибудь знаки. Это было бы вообще недопустимо. А сейчас это сплошно рядом. То есть молодежь нужно возвращать в наше вот сознательное, в такое российское существование. Она сейчас упущена. Ну, кстати, в Овантеевке у нас дела более-менее благополучные, а в других областях там творятся вообще небытопустимые вещи. Вам это больно, да? Очень больно, очень больно. И мы вот как раз ради этого мы идем в молодежь и рассказываем, как надо себя вести, как надо жить, чтобы любить свою родину, любить ее, не давать ее в обиду, ни в коем случае не разрешать пересписывать историю. Представьте себе, что молодой человек вдруг заявляет, что он бы хотел уехать из России за границу. Это же позор. Мы бы о этом даже никогда не подумали. А это сейчас сплошно рядом. Или он, значит, говорит, а вот не надо было воевать с немцами. А немцы сейчас лучше нас живут. А мы бы хорошо жили. Да где бы мы хорошо жили? Нас бы почти всех уничтожили. Москву бы залили водой. Ленинград бы разрушили дотла. Всех бы превратили бы в рабов. Ведь это же мы все знаем. Они этого не знают, и поэтому им кажется, что это было бы очень хорошо. И вот эту вот идею мы несем в массы, чтобы они не заблуждались, чтобы они верили в свою родину, любили ее, служили ей. Главная сила нашего солдата – любовь к родине. Наши люди, несмотря на то, что были сталинские репрессии, было несправедливое отношение к ряду классов, допустим, принижали роль интеллигенции и занимался этим даже лением. Ее уничтожали. Но люди наши любят Россию, потому что это наша родная земля. Потому что жить на чужбине – это не то, что у себя дома. Там все время надо себе устраивать из себя врага России, а это всем не под силу. И вот любовь к родине, справедливая политика нашей партии, преданность нашей родине, она давала солдатам силу, и они одержали эту великую победу. Именно любовь к родине. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» На территории Ивантеевки по результатам оперативной информации наблюдается сложная обстановка на пожарах. Это увеличение гибели людей в два раза и увеличение травмированных людей на пожарах в семь раз. Так, за текущий период 2015 года на территории города Ивантеевка произошло 31 пожар. Погибло 4 человека и получили травмы 7 человек. Вместе с тем на территории Московского региона наблюдается сложная обстановка с количеством пожаров и гибель людей на них. В связи с наступлением похолодания люди стали больше пользоваться отопительными приборами, электрическими, также печным отоплением, ввиду чего увеличилось количество пожаров. Так, из-за аварийного режима работы электросетей произошло 52% пожаров. Неосторожное обращение с огнем – 19% пожаров. И неисправность электрооборудования – 18% пожаров. Отделом надзорно-дельства Попушевского района проводится ряд профилактических мероприятий по работе с населением, с гражданами, с организациями. Но, однако, хотелось бы обратиться к жителям города в период наступления похолодания, осенне-зимнего пожароопасного периода. Не допускайте в эксплуатацию электронагревательных приборов с повреждением электрооборудования, без устройств тепловой защиты. Не допускайте перекала печного отопления. Следите за исправностью дымоходов. Также хочется особое внимание обратить на жителей города Ивантеевки, имеющие свои автомобили и осуществляющие парковку в дворах жилых домов. Не забывайте, что загромождая проезд пожарным, вы можете оборвать чью-то жизнь. Поэтому пожарным подразделениям зачастую очень затрудняет неправильная парковка автомобилей, проезд к месту возгорания, к месту вызова. А были уже такие случаи, когда вы за машин? Люди паркуют так автомобили, что пожарным подразделениям просто невозможно туда попасть. И поэтому приходится автомобили оставлять очень далеко, прокладывать рукавные линии, снижается давление, ухудшается условие пожара, ухудшается условие быстроты реагирования. Поэтому все-таки надо как-то поответственно к этому подходить. Наиболее частая причина пожаров – это у нас неосторожное обращение с огнем. И это люди, которые ведут социальный образ жизни, зачастую которые состоят на учете в органах внутренних дел, злоупотребляющие алкогольными напитками. То есть в основном вина людей, которые погибли, то есть они сами служили причиной возгорания произошедшего. Пушкинский район Шалость детей с огнем приводит не только к пожарам, но и нередко заканчивается трагическими последствиями. Малолетний ребенок, оставшись один в квартире или дома, может взять спички и решить поиграть с ними, также подражая взрослым, включая чайник, плитку, другие электронагревательные приборы. Также может устроить костер. Так, на территории Московской области в текущем году в результате пожара погибло 13 детей, 12 за аналогичный период 2014 года. Так, причиной пожара, произошедшего в Пушкинском районе и в деревне Назарова, послужили тепловые процессы, связанные с аварийным режимом работы электропроводки, то есть короткое замыкание, при котором погибло два человека. Один из них – это ребенок 7 лет. Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на какой-то промежуток времени без надзора. Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком либо детям старшего возраста, либо кому-либо из взрослых. В случае пожара дети не могут самостоятельно выйти из горящего или задымленного помещения наружу. Трагические случаи наглядно показывают. Главная причина гибели детей на пожарах кроется в неумении действовать в сложной обстановке. То есть во время пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный инсинкт. Ребенок старается к чему-либо прижаться, где-либо спрятаться, укрыться, затрудняя пожарным найти этого ребенка. Отдел надзорной деятельности по Пушкинскому району напоминает родителям, что если по вине ваших детей произойдет пожар, в результате которого будет нанесен кому-либо материальный ущерб, то вы или сами дети, если на момент совершения проступка они достигли 16-летнего возраста, несете ответственность установленным законом порядки. Соблюдение правил безопасности должно войти у каждого в привычку. При этом очень важно соблюдать основные правила пожарной безопасности и не допускать необдуманных поступков, которые могут быть опасны окружающим. Субтитры создавал DimaTorzok